Привет тебе, путник! Я Эммет Бек, великий горлан мира абсурдии. Сегодня ты ознакомишься с одним из моих романов под названием «Тайны Миды». Но прошу тебя обратить внимание на то, что это художественный рассказ, и некоторые моменты могут быть додуманы или попросту забыты мной. Поэтому 100% дословно не доверяй всему, что ты сегодня увидишь. Читает мой рассказ Колесов. Приятного тебе просмотра! А, блин, надо было записку оставить какую-нибудь. Так, ну чё, искатели прибывают на окраину города. И видят, что перед ними столпилась толпа зевак вокруг мёртвого тела. Да ё-мой. Да, подумал про себя, Дрейк. Когда уже он начал подозревать, что что-то случилось неподходящее. В общем-то, стражники начали окрикивать всех подряд, спрашивая, есть ли тут свидетели, что случилось. Стражники. После этого... Все разбегаются. О, Господи, а вы с куда же... Сейса, я хотел подойти к стражнику. Все разбегаются, а стражники стоят дальше. О! Я иду с позволения нашего махловаря к стражникам. Да, думаю, мы все вместе идем. Ну, конечно. Понять, что происходит. Все вместе идут. Мы боимся, типа одной. Да, а, моя команда, мы не растянулись. Да, а, уважаемая стража. Так, сейчас мы вам сделаем... Секундочку, что-то... Вы же раз подошли к стражникам, то, пожалуйста... Ой, куда ты залез? Да, прямо на дороге постойте, ничего страшного. Давайте, играйте. Уважаемая стража, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас здесь не видели. Мы только что пришли с группой, я бы хотел заявить о преступлении. Преступлении? Такой все-таки свидетель. Не об этом преступлении. Проехали. Нам нужно это преступление, а здесь кто-то кого-то... А кому мы можем заявить о преступлении, чтобы нас не заподозрили в содеянии этого преступления? Потому что нам это не нужно. А насколько велика вероятность, что вы что-то сделали? Мы что-то сделали, но это не преступление. Закапывает нас. Мы выполняли, может, даже местами вашу работу. Потому что вас не дозвались. Не дождались? Не дозвались. Извините, но мы здесь стоим и работаем. Пожалуйста, не отвлекайте нас. Я смотрю даже мурах. Мы вас искали, однако по данному происшествию мы ничего не знаем. Что тут, собственно, произошло, кого убили. Мы тоже ищем одного человека. И он направился как раз в этого человека ищем. Человека-человека. Ну, вы так, между тем, смотрите и видите, что это тело старика, одетого в черную одежду. Кажется, наш страж. А вы знаете, кто это? Нет, но это, по всей видимости, историк. Одежда такая. Мы его как раз искали. Мы его как раз таки искали. Похоже, вы опоздали. Дело в том, что, кстати, раз это смежные преступления, в его доме мы нашли банду, которая пыталась его тоже найти. А там один из... И они, скорее всего, пытались его убить. Вероятно, да. Инва права. И один из них сейчас там свернут в ковре и ожидает вас. Так, то есть вы видели предполагаемых преступников. Можете описать, как они выглядели? По всей видимости, по заверениям свидетеля, они были трое оршей. Спасибо, да. Соседа. Они были трое оршей. Один из них был в шлеме. Двое из них без головных уборов. В черной одежде. На всех на них черная одежда. Ну, там по скинам было еще, типа, зеленые вставки. Да, эти трое ушли буквально недавно из дома. А тот один, которого мы свернули, мы его буквально случайно нашли рядом. То есть он не был в доме с этими тремя. То есть, ну, четвертый. И либо это он убил, если это конкретно. Это мы имеем дело с бандой наемников из столицы. К сожалению, не знаем, какой конкретно. И либо это этот четвертый, который был не в доме с ними, с теми тремя. Либо у них есть еще кто-то. Более того, он совершил еще одно преступление. Он прикинулся одним из вас. Прикинулся одним из нас, значит. Так, слово. Мы искатели приключений и главного задания. Очень хорошо. Как раз хотел спросить ваши имена. Потому что мне нужно знать, кто дает показания. Вот наши бумаги. Меня зовут Дрейк Мыльное Лицо. Я известный искатель приключений. Не видел вас ни разу. Не слышит тем временем просто тишина и сверчки такие. Ибунт смотрит на Дрейка и такой... А, да, да, кольцо. Кольцо. Получается так. Я ибунт Огрид, тоже искатель приключений, возвращаюсь из Савушина к себе на родину. По пути выполнял задание, но, к сожалению, нашего информатора вы сейчас можете лицезреть вот здесь, лежащего мертвого. Так, это ваш информатор, который давал вам задание. Мы должны были выполнить его задание, но не обнаружили его дома. Скажите, при нем были вещи? А вот мы сейчас не смотрим. Мы ждем подкрепления. Чтобы уже потом осмотреть улики. Мы можем стать понятыми. Главное, подкрепление пошлите в дом, пока там чувак из ковра не вылез. Да, не спешу. Хорошо, я пока свяжусь. И один из стражников уходит. И он берет веревку и связывает с ее. Да, точно. Примерно так он и сделает. И остается здесь один. Как там называется? Шибари, да, подвешивая? О, боже. Через пять минут этот связанный лежит. Помоги! Я осил сделал не там. Так и умер историк. Блин, он такой, о, да. Ну ладно. Кажется, отвлекающий. Лягко говоря. Дальше, представляйтесь. Он же записывает. Так, а не легче было сразу название команды записать? Ну, если вам будет достаточно удобно, может... Вот, все равно. Иваны команды искать. Все равно, одни. Да, более точно. В смысле, вам все равно? Я... Это название нашей группы. Все равно, одним словом. Напишите все и знак равно. Равно чему? Равно всему. Зачеркните, а потом напишите нормально, правильно. Все равно одним словом. Он почесал голову и передал Дрейку ручку и бумагу. Вот, запиши лучше. Я записываю все равно. Одним словом. И равно, как равно. Надо было назвать команду все равно звезде. Угу. Скажите... Спасибо. Мы учтем ваши показания. Скажите, достопочленный стражник, а мы можем осмотреться вокруг? Да, конечно. Только не осматривайте его карманы. Да, безусловно. Ну, я осматриваю бочки, телегу. Я осматриваю карманы. На предмет что-то, возможно, принадлежащее деду. В бочках. Ничего не на. Ну, поблизости. Там вот бочки, телега, там карета или что-то. Вот где ничего не находишь. А карета чья? Это полицейская? Карета, да. Старажник. А телега? А телега неизвестно чья. Возможно, на ней он и собирался уехать. В телеге я ничего не нахожу. Нет, ничего не находишь. Ну, тогда я иду к палаткам, а пока... Иного пока подходит так... Людям, севакам, скажем, которые не стояли тут. Так, ладно. По очереди. Так, кому можно. Торхоши, значит. Пожалуйста. Немножко тут съели надпись, ну ладно. Плошада. Плошад. Прутально площадь. Да, это такой акцент сивилириума. Это торговцы? Да. Три портрета... Три портрета, но четыре человека. И в самом конце, в другой палатке, находится какой-то парень в шляпе. Но в очень пыльном и грязном костюме. А че? Чтобы ему как раз... Я иду... Здесь рядом стоит какой-то здоровый парень, и он к вам находится спиной. Непонятно даже, кто это. Одежда? Одежда черная, вся в железных пластинах, в шипах и с черепами. И у него за спиной, вы видите, два топора. Понятно, рэпер. Я иду к дальнему, который в шляпе. Ты подходишь к нему, и в этот момент он щелкает пальцами, и мимо тебя проносится маленький ребенок, который падает, ударяется ногой. Ай-яй-яй-яй-яй, моя нога, моя нога. Ну что ты, мальчик? У меня есть чудодейственное средство. Оно вылечит любую болезнь, кроме, конечно, неизвестных. Вот, выпей-ка это, абсолютно бесплатно. Не включая налоги. Он выпивает, и после этого начинает радостно кричать. Ура! Я здоров! И убегает куда-то. Я с подозрением на это смотрю, и осматриваю свои карманы. Ты осматриваешь свои карманы, и ничего не изменилось. Хорошо. Я подхожу к вот этому в цилиндре. Добрый день. О, добрый день. Как вас зовут? Вы хотите что-то купить? Меня зовут Отто фон Грилля. Сплошные раритеты по доступным ценам. А? Вы что-то хотели? У меня есть отличная шляпа для вас. Шляпы? Нет, шляпы я не люблю. У вас кольца есть? Кольца нет. У нас колец нет. Но если вы хотите продать, я могу купить. У вас только шляпы продаются? У меня есть еще чудодейственное средство. Ну и пустая птичья клетка. Но у вас вроде нету птицы. Ну это тоже шляпа какая-то. А что ваше зелье делает? Оно лечит все болезни. Буквально перед вами тут пробежал человек, и оно очередной раз доказало, что оно лучше всех. Но вдруг оно действует только на человеков? Ну, почему вы так в этом уверены? Вы что, получаете какие-то особенные травмы, что ли? Да. В это время из-за Угра появляется внезапно неосвязаемый Морфей, и говорит, у меня особые травмы. Душевные. Что? Какие могут у вас быть особые травмы? Ну-ка, расскажите мне поподробнее. Может, мы найдем какое-нибудь избавление? Я не человек. На меня не действуют. Какие? Какие? О, я вас уверяю. Эти действуют. Ну что, хотите купить, попробовать? Начальная цена 50 монет. Морфей подвигается ближе к зелью, внимательно его осматривает. Интеллект 15. Так, давай-ка подумаем. Ты осматриваешь это зелье, и видишь, что на нем этикетка какая-то очень размытая. И само зелье в довольно пыльной бутылке. Откуда? В общем, ты так же видишь эту клетку, ну, так, вот, тебе на сдачу дам, потому что много интеллекта. Она немножко покореженная. Рядышком черная шляпа очень черного цвета, на которой даже блестит от солнца, которое пробивается через тучки. Откуда у вас это зелье? Это зелье? Из далекой страны, Метун. Там варят отменное зелье, которое никто не знает. К примеру, гибриды. Их делают с помощью зелий. Вы вот об этом знали? Вот я? Нет. А когда получил это зелье, мне рассказали. Но это зелье не сделает из вас гибриды, она всего лишь вылечит вас. Угу. Угу. Огрид хлопает по плечу Морфея и говорит, ладно, друг, я вас оставлю. И идет к следующему. Следующий торговец, это художник. Он начинает смотреть по сторонам. Не понимает, куда делись его краски. Что случилось? Ты видишь, у него есть холст очень странный и есть какая-то грязная кисточка. Что случилось, товарищ? Вау! Ничего себе! Как вы так подкрались ко мне? Я... Извините, я просто искал краски и поэтому я даже не заметил, что вы ко мне подошли. В детстве я немного обучался танцам, поэтому у меня походка легкая. Да, я заметил очень грациозного. Да, вы краски мои тут не видели, я их все никак не могу найти. А они чем-то особенные? Они особенные. Я за них заплатил. А где вы их купили? У торговца рядышком. Слева или справа. Закрасил цилиндр и после этого решил мне продать. На самом деле такой машинник, но это не важно. Главное, что он не продал их за полцены. А вот у меня больше вообще нет денег. Я мечтаю просто хотя бы немножечко заработать или стать известным. Может быть, уехать куда-нибудь. Но теперь у меня нет красок, я вообще не знаю, что мне делать. Ну, вы знаете, что весь наш мир-то в принципе состоит из красок. Грязь это коричневый цвет, кровь зеленый или красный. Ну как можно грязью изображать шедевры? Я же в них вкладываю душу. Я рожден из камня. Мне мама говорит, что я тоже шедевр. Да? Да. Она права. Безусловно. Так, что делают другие наши? Я говорю, что здесь с осторожником рядом с телом. Видите ли, мы... Я думаю... Думаете? Мы можем найти общий язык в плане... У нас с вами общие цели. Смотрите. Можем ли мы провести опись вещей усопшего? Каким-либо образом. Потому что меня интересует, есть ли у него в наличии кусок карты. Я достаю карту и показываю ему дырку. Нет, карту мы не видели. Мы видели у него какой-то шестигранник. Шестигранник? Да. Не уверен, что это как-то связано. Но можно ли его осмотреть? Ну, знаете ли, может, там все-таки не стоит это делать. Почему же? Потому что это может быть улика. Мало ли, его убили. Его убили вообще каким-то тупым предметом. Возможно, это он и есть. Давайте я все-таки подожду подкрепление, а вы вот займитесь делом какими-нибудь. Не сшивайтесь здесь. Вы дали показания. Большое спасибо. Будем ждать отряд и искать еще свидетелей. Я направляюсь к палаткам. А Ива пока что так немножко, скажем, привлекает внимание Шипанутика, чтобы он заметил рядом не очень... Точнее, знакомую по описанию фигуру и сама направляется к палатке с инсектоидом, становясь рядом с этим как раз-таки агридом. Большой зеленый. Оршин. Ну, большой антикогрид, да. Вот. И начинает с ним бессмысленный диалог. Вы тоже проголодались, да? В общем... Он оборачивается. И вот ты видишь гигантского Оршина. Очень страшного. Который даже по своему необычному росту был вполне себе похожий на Эбунта. Но в одежде он был черный и весь утыкан металлом. Будто бы он это снимал с каких-то трупов умерших солдат уже на протяжении нескольких лет. И он на тебя так смотрит, немножко пригнувшись. Ну, да, здесь вкусно. Да, вы здесь уже не первый раз? Да. Хотите попробовать? Это фо-шаурма. Советуете? Может быть, есть еще что-то? Ну, я люблю фо-шаурму. Еще говорили, что вкусно фо-шаверму, но мне кажется, это одно и то же. Намек просто между строчек. Я с ним разговариваю, я с ним отвлекаю, кто там спишет, я не помню. Ты издеваешься вот посреди этого самого площади? Ну, куча людей. Хоть что-нибудь надо сделать. Нет, тогда надо, да. Я болтаю с торговцем. Все располагает. Да, каждый занят своим делом. Ладно, намек понят. А, из чего? А из чего, подождите, они их делают? Это... Я в фо-ша ни разу не была. Ой, это я не знаю. Это вы лучше спросите у нашего повара. Он, конечно, прекрасно ее готовит. Вы идите, не знаете, что? Ну, я ему доверяю. Он славный малый. Там вопрос был. Да, типа... Типа... Спирик. Ну? Ну? Я могу кочтешь, что-нибудь, но я ведь не знаю, что он здесь, или я могу шариться у него в крыло. Ты навыком можешь стырить. Ты либо навыком стырить, либо посмотреть. Да. Безнаказие. Но если будешь смотреть, то там, по-моему, на последующую уже попытку стырить пойдет дебаф. Угу. То есть, и ты вылетишь из команды, снова залезешь, то увеличится. Ну, я... Как правило, карманы. Я попытаюсь осмотреть. О, карман так прошает. Типа... Ну, ты навык, мы... Просто так. Столгая навыком... Просто так, это же... Ну... Просто так там... Я просто не помню, навык, он убирает что-то ценное? Вы крадете... А, вы крадете что-то ценное уцельное? Ну, знаешь, получается, я могу... Да. Без навыка осмотреть его карманы. Ну, тогда я пробую прошариться так, типа, чисто. Ну, с восьмеркой там же не надо прокидывать. Просто посмотреть. Если у тебя больше восьми ловкости. Ну, ты осматриваешь... Время, да? Я просто посмотреть. Ты осматриваешь. Подходит такой... А, я просто посмотрите, в карманы такой сглажу. Ну, окей. Окей. Дрейк осматривает его и видит, что у него довольно неплохие такие топоры. Для этого в карманы один такой топор лезет. Топор довольно странно выглядит. На нем внезапно оказались струны. Мультикласс! Портварвар! Ну, топоры очень тяжелые. Ты видишь, что они, ну, размера определенно не твоего, а для, ну, наподобие бунта и вот этого вот мрака. Это так это игрочка зовут. Че так сразу? Не знаю. Делай трейк. Ну, смотри, я, я хотел бы, типа... Может, у него висит какой-нибудь кошель на поясе карманы, его кинете. Знаешь, так мои шавлевые ручки медленно сползают. Они висят у него, но они не находятся у него в инвентаре. Про кого? Кроме денег-то просто, там больше ничего нет? Да. Угу. Ну... Понятно, потеряно. Я, знаешь, я такой, типа, а так же незаметно отхожу и так, типа, и скрещиваю руки, типа, ну, у него за спиной показываю остальные. Окей, тогда другой намек. давно вы у этого хорошего малого перекусываете вообще-то я только пришел честно говоря здесь какая-то шумиха было все почему-то испугались что-то до страны не живете в виде вообще да я здесь недалеко и ходил на пикник знаете после дождя довольно милая природа особенно здесь внимательно осматриваю его оружие особенно вон тупое ну так да ну вот это вот 6 струнное нечто ты осматриваешь его 6 струнный топор и ты видишь что это вполне себе играбельный инструмент на которым очевидно на нем он даже играл явно мультикласс барт варвар может сыграть может лопануть никаких свежих повреждений крови нет он чистый и на ботинке если отрядно несмотря на то что у него везде черепа металлический довольно он выглядит невзрачно как с ботинками обстоит вопрос извините столько незнакомцев я прямо растерялся да мы тут просто с моими спутниками проездом и тут такая вот ситуация произошла вы тут более момент это такая суматоха нет я же говорю я ходил на пикник морфей подлетает к нашему бунду и говорит вот тот торговец мне кажется подозрительным на клетке с птицей есть вмятина это вполне себе тупой предмет а еще его шляпа она очень черного цвета за это надо посадить то есть ты хочешь предположить что это этот малец или с помощью его шляпы убили нашего историка возможно он убил нашего историка клеткой хорошо убили спрашивают я извините как вас зовут и говорите художник а меня зовут росточная заброс у вас нет жены рэйчел нет ну ладно скажите пожалуйста роз и извините вы просто подслушали я книгу пишу книгу пишем за я тоже немножко творческие понимаете а вам не нужны иллюстрации это я обдумывал но для начала мне нужно написать книгу иллюстрации потом уже вы прочтете и поймете а эти которые там мод пытаются отвлечь мрака это это ваши тоже друзья да какая у вас разношочная команда ни в коем случае не отвлечь нам просто интересна судьба вот того погибшего деда может вы что-то слышали о нем ну вообще честно говоря я видел что здесь какие-то незнакомцы сшивались помимо вас но а как они выглядели это были оркш и они выглядели довольно враждебно я бы он блин я бы вам нарисовал дом для красок не а сколько их было двое я запомнил по крайней мере только двоих я не знаю там еще такая толпе не было здесь было очень много людей но они все разбежались а если у вас внезапно появились бы деньги вы бы нашли где купить краски я не знаю мы у меня были краски теперь их нет но а предположение куда бы они могли деться не знаю может и делаем и коллега странным раз стражники у нет стражники не могли они здесь что ж такое ну и гриль на не открыть тоже зрели это кто это вот этот вот который рядом сомневсях показывают пальцы пола это от шляпан гриль вот главный аренник здесь который мне и продал эти краски и я теперь их прав неужели там чернила были невидимы похоже он меня опять правил что ж я обещаю что попытаюсь разобраться с вашей бедой но как получится вы замена может могли бы нарисовать мне портреты этих оршей я нарисую да и я вас нарисую для ваших карт да вот отлично я я и он снова впал в уныние и начал везде опять искать я поблагодарил его и пошел к мальцу который за палаткой стоит так ты видишь мальца он видит тебя и убегает вот сюда вот ну стой стой ну куда же ты я тихонько не бежа за ним иду просто спокойно смотрел на левый набрал естественно пацан смотрит как к нему неторопливо подближается трехметровая махина малец я тебе ничего не сделаю я просто поговорить начинаю уменьшать пальца нет но ты подошел к нему и замечать что он уже здесь не такой если угон и понял что он начинает есть корку хлеба которые жестко и он его пытается раскусить и тем временем рисует на стене по красками хорошо я при я сажусь на одно колено чтобы ну не сравняться с ним но хоть чуть-чуть быть ниже да вот и говорю давай спиной ко мне пойти еда я смотрю сначала на рисунок я так поглядывать я смотрю на не сумки что я вижу на рисунках на рисунках он рисует кошку футбольный мячик большую корку хлеба я говорю а как кошку зовут мурзик мурзик у тебя был мурзик нет но я бы хотел бы себе муж а тебя как зовут а с какой целью интересуетесь я всем подряд ими свою не буду говорить а я очень добродушный ложь я и бунт но и бунт а как ты здесь оказался и почему ты ко мне пристал я могу стражником сказать давай позовем стражираешь хлеб у детей какой хлеб который у меня и начинает размахивать с черствой своей я я выхватываю эту корку что отдать у меня больше нет еды атоме ну видишь теперь есть еда у меня хочешь я тебя покормлю оставь ее себе она черствую невкусно а ты хочешь вкусно покушать и он начинает так отворачиваться тебя хотел бы ты покушать вкусную с приятным запахом тающую во рту форму и он так начинает на тебя поглядывать и у него начинает торчать в животе от твоих красочных описаний мог бы я подарить тебя еду взамен на краски я знаю подарить тебе еду чтобы стать твоим другом чтобы ты не видел во мне врага и мы подружились я не желаю тебе зла и он на тебя так посмотрим посмотрел вот начинает осматривать со стороны и смотрит на твою на твои басы ноги я это замечаю и он говорит так знаете дяденька вас большие ноги вы можете мне помочь да кстати ты его достаточно хорошо осмотрел теперь когда он приближал и замечать что это грязный мальчик фельдфельф при каким-то образом оказавшись северили и смотрю на него и протягиваю обратно ему сухую корку говорю и как же файл его занесло в северилиум я не знаю а ты здесь где-то живешь здесь то там то есть ты бездомный я не бездомный у меня есть дом он находится в метуме и я когда-нибудь туда вернусь к своим родителям а ты знаешь я тоже никогда не был в метуме хотел бы ли ты отправиться со мной в метуме с вами ну а чего нет да я вас первый раз вижу и я тебя тоже у нас шансы равны но ноги у вас довольно большие мы быстро придем действительно вы покупали себе обувь и тогда бы с вами сработались немножко проливает краски которые здесь были я понял я вот к вашему ну вот к вашему интересу я хочу устроить бизнес краски мне эти нужны не просто так я ими не только рисую я их где-нибудь разолью и запачкует ботинки им придется почистить и ты чистишь их ботинки да я чищу их ботинки а ты смекалистый малой а тебе нравится чистить чужие ботинки смотрю сколько заплатят вот у вас ботинки были бы большие и чистить их пришлось бы подольше но я бы вам заполз цены конечно он уже так вот более гордо здесь стоит а ты бы хотел чтоб тебе чистили ботинки мне да у меня и ботинок толком нету смотрит на свои оборванные башмаки но то есть хотел бы ли ты чтобы у тебя были красивые знатные ботинки которые бы тебе чистили не знаю по ботинки я себе почистить могу а потом уже вот когда бизнес пойдет я буду расширяться так что там насчет шаурмы ты ты хочешь пошел ему кармливают но не а кто тебя парк подкармливают местный повар о а как жур манчжур его зовут да манчжур он из фоши бывал я фоши другом тоже шурма друг скажи я бы мог тебя накормить можно конечно и он так начинает смотреть в пол и покачиваться хорошо я иду к манчжуру что остальные все это время делали неужели вы дальше общались с мраком чок прикольный мультикласс и он вам тут друг друга получше здравствуйте и он увидел вот огромного такого города который чуть-чуть был все-таки побольше него я сначала протиснуться как будто не заметив мрака мрак да я правильно вот но потом его в какой-то момент заметил естественно это ой извините вы тут в очереди стоите конечно нету если вы хотите купить я не буду не подскажите это здесь продают по шаурму да очень вкусно очень советую а в какую цену цена не такая уж и большая пять монет всего я вас понял благодарю поворачиваясь к повару и говорю повар какая у вас есть самая вкусная шел по шаурма моя самая абсолютно любая у вас есть какой-нибудь гигантский размер видите я немалый парень мне нужно наесться я боюсь одной мне не хватит а хотелось бы так что в руку не влезала да я могу вас угостить и скушу и сколько это будет стоить тогда уже будет 7 монет 7 монет скажите могли бы мы как-нибудь сговориться на цену поменьше а скажите зачем вам такая большая шурма за такую маленькую цену эти продукты все-таки очень дорогие понимаю у вас свой бизнес и рушите его не буду согласен на 7 монет по рукам и он так знаешь оборачивается и начинает там вот нарезать кашеварить да и поговорю так их было бы моя сковорода здесь которую кстати дрэйк слышит доме и забыл и что у меня есть просто сковорода ты же с ней пошел там господин повара сковородку нашел меня внешне нужная сковородка я слышал это не моя сковорода она не подойдет я пальцем его тыкву по плечу тун-тун-тун как насчет скидочки понимаете он мой друг вы возможно посматривая да видите что он готовит вам вторую шу я говорю здравствуйте еще раз извините что у вас отвлекаю но понимаете он мой друг не могли бы скинуть все-таки цену мы вам помогли и вы нам поможете все-таки сковорода это не ингредиенты которые можно закупить сковорода нынче редкая вещь думаю вы правы честно говоря я делал объявление дашь я вам подарю эту шуру обе эти шаурмы но мне мне надо гигантская прям чтоб мне в руку не влезала я сделаю ее очень вкусный очень сочный хотите поострее не они они остыли вообще не надо острова хорошо начинать дальше кота-то битая стекло всяко так там они сдвигаемся с места сейчас денисся пусть он шурму доделает и пророй тем временем доедать шурму и начинает уходить уже ну и там ушел куда-то закат где моя шурма через некоторое время манчжур дает вам две шурмы для больших причем шурмы пожалуйста афушцев вспоминают не всегда добрым словом не всегда все любят инсектоидов предвзяты отношения они разбивают мою сердце дружище я манчжур хочет вас угостить за доброту дружище я не расист я тебя полностью понимаю у угритов тоже изначально встречают по одежке а так и удивляет его неосязаемых тоже я беру него у меня лицо странные почему я дома очки забыл для я беру шаурму немножко кланяюсь головой и а пока тянусь к себе осматриваю шаурму на предмет наличие каких-то несъедобных вещей в шурме потому что он без очков но типа и осматриваешь но шурма довольно вкусная оказывается и в ней абсолютно ничего лично лишнего я иду к ребенку и знаешь чем ближе подходя сильнее от себя рукой в его сторону так машу чтоб запах к нему шел я подхожу к нему с огромной шурмы который даже ко мне в руку не влазит да и с него даже так немного соус начинается будет он смотрит на это кстати дружище да да кстати дружище как ты говоришь тебя зовут меня меня пашка сам пашка замечательное имя хотел бы ты покушать эту шаурму хорошо на держи я тяну а у него в руках краски да он так протягивается уже я говорю давай я по и а второй рукой давай я подержу краски пока ты ешь что ты будешь я отдал ему шаурму и говорю пока он ест она огромный он наверное спал его роста скорее всего это шурман я говорю откуда у тебя достаточно не дешевые краски но я их свистнул вот так вот для начала бизнеса пришлось на той стороне это забор дали ли слива от меня да это моя голова выглядывает за забор да я еще на цыпочки я еще на цыпочки так приподнимаюсь говорю то есть я не смущаю что рядом стражники а ты занимаешься воровством ну а как иначе то есть в принципе если я отдам эти краски владельцу то все будет честно это возвращай но ты кстати я надеюсь ты наешься этой шурмой но если когда-нибудь сход захочешь стать действительно ценным человеком файл вам извиняюсь этой страны или любой другой то подумай все-таки о вступлении в гильдию искателей там ты сможешь и поесть и чужие ботинки нет ним пригодится чистить а сколько приключений а я подумаю и он так отходит и швыряет корку хлеба за забор и она падает бочку я направляюсь кроссу так что другие делают тоже требует шурму я я я скорее всего возьмем поделился со всеми шурмой давали бы значит откусила что будет будет больше но если учесть размер шаурмы 4 но я не ем жирную пищу ну даже она это практически спортивное питание особенно соус калории белки все что нужно вот это я выглядели воза я выглядуя из-за края палатки россы такое здравствуй друг привет как тебя там звали и бунт и бунта привет это по всей видимости твое и показываем украски краски майка а где вы их нашли да ты их на самом деле по всей видимости просто потерял потерял да возможно возможно я когда шел посмотреть а наверное да я их обронил так сейчас я я вам все сделаю так можете вы там встать немножечко подальше к своей команде хочу разглядеть их позы и послушай друг это безусловно очень важно ну ты же понимаешь как нам важно время и был бы очень тебе благодарен если б ты нарисовал сначала тех пор шей которых видел нет это невозможно как я могу о них тупать если я не нарисую вас это же просто такая необыкновенная команда все все они надо слов я рисую а кто сказал что мы команда вы все я не говорил что мы команда я видел что вы все вместе сюда пришли ну и что все я рисуюсь отойдите подальше не и он начал рисовать я с яростным таким да с жгучим желанием и смотрит на каждого из вас что делаете давай так что все ставится в сзади сзади меня а я ложусь я же большой чтоб не загораживать их я ложусь не сзади меня я ложусь при этом я ногу сгибаю в колени а второй подгиб подпираю свою голову обычная поза я ее обязательно запомню но я хочу кое-что другое нарисовать вы кстати из какой команды вы откуда вообще это тебе зачем просто у нас здесь открылись недалеко искатели я мог бы нарисовать что-то в честь этого ну когда появятся искать или тогда и нарисуешь ну вы так на них похоже я слышал что они открылись уже ты ошибся мы не искатели вы не искать ли а кто вы тогда мы находители очень смешно искатели и рисует дальше я понимаю чем может скорее всего на этом рисунке моей лица не будет как-то следует ну ладно хэн с ним я иду к стражнику и расспрашивал есть какие-нибудь новости нет пока что никаких новостей нет знаете похоже мой напарник пытается все связаться и милоска а вы никого не узнали кто мог бы нам доложить ну мой раз прошу местных торговцев и пока что из них не особо получается информация к этому времени нарисовали уже и бунда я могу уйти он нарисовал вас так как запомнил как запомнил вас выбрал другие немного позы выбрал немного другие выражения лица кто есть кто сами можете тут выбрать я смотрю на ингу говорю странно он тебе волосы на лице нарисовал прекрасные иллюстрации прекрасно подойдут книги река начал что насчет а что насчет оршей такой отходишь к ним до насчет орши да я уже почти дорисовал и он вам показывает вторую картину так где на блин начинать находит он вторую картину и показывает ее вам на них были нарисованы фотореалистичном стиле и два орша один высокий и более взрослый второй более юный и низкий один в шлеме и с копьем другой с луком внизу также было подписано роз я беру оба к обе картинки и сворачиваю в одну трубочку вот пока и ниже красками нарисованы они там не размажутся на но можно подказались ну ладно это вы пока смотрели вы не обращали внимание что происходит ну ладно я тогда беру оба просто обе картинки чтоб действительно краски не смазались и пока иду уже зайдя за палатку я чуть-чуть надрываю кусок где написано роз и отрываю надпись роз вот и иду к стражнику говорю здравствуйте да можно всех сразу окей бедный сервер клинит дышишь такой-то бахи текстур бахи текстур скажите пожалуйста так что там насчет подмоги подмога мы все еще ждем извините сегодня какой-то нерабочий день я думаю сегодня день стакана или взять либо стиле пока я я достаю этот листок я мошенники что ним да я могу запомнить портреты этих оршей чтоб и узнать когда их увижу он так пригляни не 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 я как у кема спрашиваю могу ли я запомнить лица чтобы узнать кого их увижу до нас пятеро каждый может заво каждый запомнили вы же посмотрели я их запоминаю говорю вы знаете мы тут обнаружили некую информацию что примерно вот так у выглядели убийцы передаю ему листок так очень очень интересно а кто это составил так похоже следствие начал двигаться понимаете у меня небольшой талант в рисовании и я просто по описанию людей нарисовал фото роботы интересно он тебе поверит или нет я сейчас посмотрю интеллект я охрана рису там у нас есть интеллектуал он расскажет мы помогали много интеллекта у тебя сколько интеллект даже если он мне не поверит пусть за меня вступиться мои соратники что вы стоите нарисовал наш огляд он очень талантлив укрит вот это ваш да как вы так тонко нарисовали у вас должно быть очень маленькая кисточка в ваших больших пальцах понимаете с детства я учился рисовать наскальные рисунки сначала вот потом на земле палкой рисовал я думаю вы если были дети ребенком тоже рисовали послушайте я тоже вступаю в диалог не суть почему наш опыт хорошо рисует суть в том что у нас есть фото роб в общем примерное описание даже внешне предполагаемых преступников вот так осматривает и думаю а мы виделись помните вы на кольцо его гляньте тогда узнаете ну что украдено нет это его лично я драйк помните мы я представлялся мы искать себе приключений ну ладно у меня вы помните ну я с ними я вам передал картина робот преступника ведь так я вам передал мы не хотели бы сообщить через за вашего напарника тоже связаться с вашим принципе вполне себе он идет посмотрю я встаю на траектории чтоб меня ну я загораживал труп и смотрю в их сторону как будто такое что там ну что там передаете не ребята я думаю вы действительно находите у него шестигранник который довольно весь потертый с царапинами как будто бы он довольно таки древний а также находите какие-то бумажки которые судя по всему он собирался перевести в пеллерон столицу семили рюма а также на бумажках вы находите что он писал главный вход северных руин я наклоняюсь на колено нахожу примерные по размерам камень с этой шестеренкой передаю инве чтобы она вклала его в этот в карман вместо 6 лет еще раз он что у него было у него где-то было что-то написано про главный вход в руины до северные руины и вы даже примерно представляете где-то на фоне облака записка у него в этих записках что-то было написано размазанное что он хочет там главный от северных руин как раз которых у вас там нету на карте но вы примерно представляете на карте понятно когда добраться до этой да там только нет усиленных руин главный вход вы знаете что там грубо говоря у нас нету карты этих самых северных руин да но вы знаете что может попасть все все поворовали шестигранник документов полерон и записка я думаю изучить их можем попозже я направляюсь к стражнику а вы ну отойдите от трупы все вот так вот совершенно неподозрительные стали пашка на бочке сидит да вот пусть он на бочке сидит и вас разглядывает я товарищ стражник ну что там с подкреплением прибудет мы передали данные сейчас будем искать мне вас неловко вот ей богу моего бога ей богу моего вас это беспокоит но понимаете вы же явно знаете что не мы совершили это преступление так как мы пришли позже чем она совершилась и так и хотите да нам нужно идти у нас свои дела мы можем уйти мы не сбегаем ни в коем случае мы просто хотим уйти они могут мы вам помогли да да это ты этого я знаю вот там вот эти нашиваются страны мой этот этот я знаю они все вместе вроде бы да 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 если вы про кольцо дрейка он на парень никаких кольца дрейка что вы нас отвлекаете у нас дело всю валите моего бога ради простите я ухожу и вам приятной службы занятые понятые все уходим полагаю полагаем до конец задания пока мы идем следующую локацию и бунда начал бурлить живот он такой кусочек вы мне не оставили мог бы остаться потому что его не съел бы кто кто оживлен этот кусочек шаурмой видимо видимо у меня я смотрю тебя сначала на лицо а потом опускаю вниз в район груди такой а кольцо дрейка у тебя не завалялась там форшурмы а то я я же не потрапезничал я отдаю остатки из этих остатков просто одним махом проглатывает действительно вкусно ладно и для выделять времени искатели покинули миду и отправились в северную часть руин по старой миды по боже слава богу да малоизучных территорий все дело не только в труднодоступности магические защитные печати магов могут продержаться довольно долго в случае миды они держатся уже более ста лет руины миды остаются невероятно ценными для гильдии историков там находили классы гнезда стрекуев различные артефакты но самая главная часть затерянной истории который так скрывает земли по дороге пока вышли вот так вот вы услышали где-то вдалеке хлопок будто бы что-то взорвалось но возможно это собирался дождь кто знает противном случае да вот тучи и вправду закрывали солнце предыдущий секунду а пока мы идем по дороге этой и пункты бормоча себя по дорогу подгон поднос говорит идем дорогу и длинной немножко даже глины в общем да вы подходите под те самые ворота которые были упомянуты и видите что у них стоит уже какой-то один человек человек вы не можете разглядеть конкретно кто это был потому что он был довольно далеко и прятался еще за статуи но вы видели что какая-то фигура там возилась и пыталась нажать на какие-то кнопочки давай цели ворот давайте разделимся и зайдем с обеих сторон давайте разделяйтесь кто с кем идет и бунда можно 1 пустить его много даже а вот по центру . это фонтан статуя это фонтан 100 фонтан идет вода внутри нет и делится заход я большой я переступлю без помех я иду через фонтан так а мы двойками как раз с обеих это шраму двор подносил пола ходу ступил гильдию голубой устрицы ой ну в общем так подходите вы слышите как он возится и начинает что-то говорить да пошла ты нахер 57 дура и слышите как из панели звучит женский голос извините я вас не распознала чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу скажите фото после этого он начинает еще больше злиться уже достает какой-то кинжал и втыкает его в панель после чего из него воды ну вываливаются кнопки и дверь открывается что вы дальше делать дружище после этого он забегает и за ним дверь закрывается он начинает пытаться отдышаться за дверью да да проклятие за ним он заберет нашу добычу я подхожу дверь никак не реагирует пока ты подходишь он подходит поближе и достает кинжал который застрял в двери а я кажется извините это забыл в звери с какой стороны он застрял как как он это сделал там дверь же закрыл решетка решетка все просто ребят я подхожу к решетке кладу ладонь дружище после неё ты приложила так жестко дверь ну руку к решетке что кнопки еще немножко вывалились а он тем временем ушел в тени вообще не видно даже кто там стоит походу не дружище разглядывать походу не дружище я говорю им откройся да вас тут довольно много ребята и вправду у вас тут довольно это он с темноты да он там начинает так говорить ну поговорит из налички папе надо побеседовать с мамой поиграйте на улице пока взрослые разговаривают батя ты куда у меня твоя нога что вы делаете дорогие sky ну я пытаюсь дверь открыть она никак не поддается она никак не поддается решетка гремит пыль сыпется но она слишком крепко она примерно как три тебя девушка извините вы здесь вы говорите и она опять начинает чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу скажите фото фото станьте на расстояние вытянутой руки и дрэк зигуи да осматривайтесь и так слышно спасибо чтобы зайти следующий раз используйте приложение хорошие и бун достает кости говорит я могу приложить что ты делаешь ты ее приклея по я сообщаю просто это всем она не ноги и что все делают у нас есть какая-то подождите а нет это была записка просто на дождь и грани и вы осматриваете вы никакого отверстия не видите просто вот эта сломанная панель с выпавшими клавишами этот человек воткнул туда кинжал и она открылась может мы сделаем то же самое бунт разворачивается спиной клетки и осматривает с высоты я так понимаю уже эту местность он что-то видит примечательные а ты видишь их правду здесь похоже кто-то делал недавно пикник видишь здесь какое-то озеро и куча руин ты осматриваешь также вот и сами эти ворота слева ты видишь разрушенную башню которая настолько разрушена что даже не понятно что здесь раньше было справа ты видишь какую-то башню которая еще держится и в ней есть тоже ворота направляюсь к воротам остальные что хотите снимали еще рассмотритесь я так понимаю панель это единственное что здесь можно использовать для входа как-то починить но с ней ничего нельзя сделать но как минимум вставить тоже кинжал также повторить те же действия у меня сомнение что это поможет вдруг ну давайте попробуем ломать окончательно ночью я бы не советовал мы еще не все осмотрели ну давай вот и вставляешь кинжал вот я слишком активировался у нас руинит что я вам пока выпали еще кнопку и панель вообще отвалил ясно понятно прекрасно не дошел услышал какую дворфу ударил я говорю ну побей еще раз соберешь целый комплект пошел дальше я захожу в кле в проход если что-то смотришь дверь в ней виднеется будто бы же отверстие для шестигранника оба но также здесь еще надпись который гласит пароль там написано пароль я говорю пароль дверь никак не ради шестигранник я ладонью на дверь прижим ну придавливаю чуть-чуть интересная и шаткость ты даже чувствуешь какую-то магию чтобы ее сделать возможно даже какая-то печать инва кричу я походу тут дело для тебя а сам направляюсь озеру меня интересует возле нижнего дерева вот что это нарисовано шестигранник каким-то чудо и бун химов разглядел сумку которая упала когда кто-то лазил рядом с деревья поднимаю осматриваю сначала сумку она кожаная тряпчаная какая это кожаная сумка она тоже в черный цвет покрашена но она немножко оборвана из-за того что скорее всего зацепилась за какую-то ветку приседаю пальцем приоткрываю сумку ты находишь 50 классов ну а и все допусто больше о мы теперь можем купить бутылек осмотрел только один карман там есть еще один ну я переворачиваю сумку и на ладошку высыпаю все что есть выпадает какое-то письмо закрытые в конверте 50 классов я кладу себе и все больше ничего письмо и деньги кладу сумку на пол и оккликаю дворфа как там шиба нотик ты у нас на ток в чтении но у меня есть письмо для тебя танцуй с хрена не знаю я как раз вообще хотел посмотреть что там за это самое остатки но слева захватил посмотреть слева в смысле ну что ты делаешь ты идешь к своему другу товарищу или идешь смотри нет меня ну тогда в этот же момент когда он шел туда я хотел сходить посмотреть что там слева хорошо он уходит пикника он уходит лево тогда я окликаю морфея морфея и дружище морфея подлетает я же сам улетел блин хочу боинг что она пока не там что шибану шибанутику шибанутик что ты делаешь осматриваю это место что же здесь такое ты осматриваешь видишь что здесь и вправду кто-то похоже ходил на пикник из а здесь похоже даже лукошка где по ходу 400 грамм было шашлыка определил граммы и к и прям даже вот понятно что было именно храм 400 ну да там потому что очень сильно просел одну корзинку коричь он смочил палец и засунул его в корзинку вес шашлыка в целом в общем ничего ценного просто остатки пикника так что другие делают ну будешь дрейк что-то сделает и можем пока разбираться ему надо было это самое попытаться фотку сделать и должно было сказать лицо не распознанно вообще-то но его уже сломали этот домофон грёбаный ну потому что иду подойду к другой двери поэтому это единственная фотка дрейка которая распозналась знает как будет мое лицо только вот эта женщина на той стороне окей чё дальше ну там шестигранник есть у кого шестигранник или вроде не ну вроде как передали маке ты вставляешь шестигранник и надпись пароль засветилась только хотел а бунт морфей смотри я тут письмо нашел я не шибко любитель почитать может из сделаешь для меня услугу конечно морфей берет письмо и читает морфею следует прочитать вк заклинание вконтакте какое совпадение давай читать морфей танцует пока читает внимание уважаемая гильдия историков как вы помните мне пришло письмо от советов сивили рюма они потребовали от нас немедленно прекращать следование в мире морфей не танцует морфей просто залез на дерево они что-то от нас скрывают сегодня меня ждут пеллерони где мы расторгнем договор у нас есть еще время я заранее нанял искателей у них сейчас нехватка кадров в нашей стране но я уверен они найдут то мы ищем вся истина откроется опа с этими словами открывается дверь все истина слова принято хрена там хороший микрофон стоит сам блюет вся истина откроется перед историками в кра моли когда искатели передадут вам то то найдут там я бы сам отправился с ними в руины я знаю путь к сокровищам и самое главное слова без которых путь не откроется пеллерон следит за каждым моим шагом ваш так ценная информация делаем шаг по тьму я я беру у морфея листок и кладу себе в инвентарь пожалуй идем вперед ну и до приключениям а а а а а а а